итак меня зовут кристина и наш сегодняшний урок еще на санки мы будем выравнивать таз относительно грудной клетки будем искать взаимосвязи подготовьте пожалуйста мягкий массажный мячик или у кого носочки и через бок мягко ложимся на пин отлично давайте сначала отсканируем свое тело выпрямим ножки и послушайте как вы лежите как вы ощущаете особенно мне интересно зона таза как вы ощущаете сейчас вашу поясничку какое расстояние от пола до поясницы как вы ощущаете задние ребрышки насколько они улеглись на пол как вы ощущаете ваши лопатки на полу шею затылок и прислушайтесь как сейчас у вас происходит дыхание зафиксируйте для себя и сейчас через бок мягко поднимаем ножки сгибаем в коленях кладем руки на лобковую кость в виде сердечка мы так делаем с вами всегда на животе упираемся пальчиками в лобковую кость давайте здесь немного подышим сделаем вдох и вас ваш вдох будет расширять пространство между повздошными костями и мягкими и длинный выдох и при выдохе ваш животик будет стекать вниз расслабляться он как будто падает на крестец туда внутрь еще разок вдох расширенный красивый приятный расширяется все тело это италия на и ребрышки и мягкий длинный длинный выдох у нас всегда длиннее чем вдох постарайтесь его сделать максимально расслабленным я знаю что это достаточно сложно почему-то последнее время у людей разок вдох и длинный длинный расслабленный выдох приоткрытым ротиком не зажимаем челюсть ротик приоткрываем теперь пальчиками начинаем на вдохе проталкивать лобковую кость вперед и ваш таз уходит в передний наклон и на выдохе мы мягко перекатываемся по крестцу опускаемся на поясничку на постарайтесь специально мышцы для этого не включать а как бы запустить это движение от рук как будто вот мы скелетики и вот вы пальчиками толкайте ваш ваши кости толкайте вперед и расслабляетесь не он падает еще разом вдох протолкнули и с выдохом расслабились молодцы найдите серединку где вам удобно возьмите мячик мягкий и положите в ямочку вот здесь ягодичка большая мы кладем в ямочку это получится немного сбоку как бы получается да и послушайте как вам если где-то если сильно больно чуть-чуть сдвиньте мячик плюс-минус на сантиметр вправо-влево поищите зону где не сильно больно не должно быть сильно больно и теперь в этом положении мы начинаем ножку открывать в сторону чуть-чуть не сильно и послушайте что происходит под мячиком у вас делаем вдох открываем ножку в сторону и с выдохом закрываем опорное колено стоит на месте стопа стоит на месте колено смотрит в потолок мы работаем только одной ножкой сейчас на вдохе открываем мягко и закрываем не сделаем так еще несколько раз ручки продолжают нас лежать в сердечке на животике и еще разок отлично если вам здесь комфортно то сейчас мы немного добавим амплитуду мы начинаем отталкиваться опорной ногой перекатываться по мячику на бок следите за опорным коленом она осталась на потолок и с выдохом возвращаемся если здесь больно оставайтесь на первой версии еще разок вдох перекатились и выдох еще делаем пару раз освобождаем наши ротаторы еще разок выдох чтоб почувствовать насколько то сможет быть мягким и последний раз давайте останемся в перекате и здесь у нас ручки на животе мы также помогая толкая лобковую кость попробуем сделать это же движение тазовых часов нас уходит вперед нас уходит назад ручками помогаем себе подвигать тазом и еще пару раз хорошо вдох и мягкий спокойный выдох расслабились возвращаем ногу на место берем мячик и как сейчас легла ваша половинка тазовая теперь кладем этот мячик вот лопаточку на туда вам показала середина лопатки будет немного неудобно но будет интересно и ручку направляем в потолок теперь на вдохе мы начинаем открывать руку в сторону смотрите не должно быть больно под лопаткой да должно быть такой мягкий мазохизм приятно должно быть но неудобно еще разок на открыли ручку в сторону и с выдохом вернули еще разок открыли и вернули делаем так еще четыре раза вдох раскрылись и с выдохом вернулись и вдох если мячик чуть чуть дальше чуть чуть ближе ничего страшного ищите удобное положение и последний раз открываем ручку в сторону молодцы и вернули убираем мячик опустите плечико сравните две стороны тела сейчас есть разница надеюсь что есть кладем мячик под другое полупопе под другую ягодичку находим ямочку и начинаем мягко ручки верните пожалуйста сердечко мягко открывать колено в сторону и возвращаем ищите удобное для вас положение и попробуйте добавить сюда вот этот наш широкий вдох выдох расширяющий как будто там пространство в козу как будто там надувается большой красивый солнечный мячик за два раза и последний раз вдохнули и дальше смотрите кто остается на этой версии остается мы начинаем перекатываться опорная колено смотрит потолок и мы просто по ягодичке перекатываемся по мячику воду и мягко сползаем стекаю как будто в ней вдох приятный массаж у нас получается грушевидные мышцы а грушевидные это один из шести ротаторов нашего тазобедренного сустава которые очень часто зажимаются не дают двигаться тазу плюс еще очень здорово влияют на наше тазовое дно поэтому нам важно работать за забедренными суставами из тазом обязательно оставим ногу раскрытой ручки у нас на животике проталкивая лобковую кость на вдохе таз уходит в передний наклон и на выдохе расслабляемся таз падает разом вдох и с выдохом расслабляемся и выдох еще пару раз еще раз девочки не должно быть больно должно быть приятно и возвращаем ножку на место вытаскиваем мячик и кладем мячик под лопаточку середина лопатки рука будет смотреть потолок и теперь на вдохе открываем руку в сторону вдох расширяясь и с выдохом возвращаем еще разок вдох расширились представьте что ваша рука это страничка от книжки и вот страничка раскрылась и страничка закрылась центру попробуйте ощутить центр вашего тела и на выдохе закрывать как бы центрировать руку центру несколько раз водах и последний раз делаем на вдохе расширились и с выдохом центрировались убираем мячик как лежат сейчас ваши лопатки что поменялось или зафиксируйте пожалуйста для вашего мозга эту информацию отлично берем мячик хватаем его ручками кладем мячик между ручек и слегка смотрите я совсем чуть-чуть его прижимаю ключевое слово здесь чуть-чуть не надо сильно давить как будто вы его хотите сплюснуть чуть-чуть прижимаю и отдаю потолку не тянусь за потолку туда потолку потому что я напрягу себя плечи все что только можно напрягу а вот я его туда отдаю направляю и у меня тогда происходит мягкое вытяжение трапециевидные мышцы и плеч и теперь в этом положении мы будем делать плечевой мост найдите стопы надавливайте стопами в пол делайте выдох а слегка подкрутился и коленками вытягивайтесь и таз поднялся наверх следите за вашими ребрами они не взлетают да это не про ребра это про вытяжение мы становимся длинной дугой мячик у нас в руках и на потолке здесь сделали вдох между лопаток и мягко начинаем от грудины опускаться вниз а мячик отдаем 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 потолку еще больше вверх и расслабились еще разом делаем вдох с выдохом надавить стопами в пол мягко поднялись наверх здесь сделали вдох расширились между лопатками и с выдохом от грудины начинаем каждым позвонком опускаться вниз а мячик отдаем отдаем туда вверх пространство и сделаем так еще два раза с выдохом наверх и мягко длинный выдох мячик улетает вверх а позвоночник вниз и у нас такой замечательный контур движения получается в теле и последний раз вышли в плечевой мостик и с выдохом мягко расслабляя ребрышки пусть каждая ребрышка вас расслабится сейчас смягчиться и опуститься опуститься на пол мягко умнички молодцы мяч к нам не нужен мы поворачиваемся на бочок поднимаемся через бочок и садимся в русалку когда у нас передняя ножка параллельно коврику впереди на задняя ножка параллельно боковой линии коврика и колено у нас посередине между пяточкой и пальчиками ручку поставьте где вам удобно теперь колено мы начинаем ввести ножку от пяточки до пальчиков как будто хотим коленом почесать себе тапу и у нас запускаются замечательное движение и таза и тазобедренного сустава продолжаем и еще как себя немножечко почухивать да и чувствую как у нас работает замечательно таз и оставляем ножку посередине теперь ваше переднее колено вы ставите руки напротив вашего колена колено получается у нас посерединке ощутите сейчас длину вашего позвоночника потянитесь макушкой в одну сторону вспомните про ягодичный бугор потянитесь в другую и теперь двумя ногами оттолкните себя вверх то есть запустите мышцы в тонус проталкивайте свое тело вверх в потолок останьтесь в проталкивании начинаем сгибать руки как будто уходим в отжимание продолжая проталкивать ногами себя вверх и потяните здесь внизу бугром в одну сторону а макушечкой в другую и возвращаемся я надеюсь что вы почувствовали хорошее растяжение грушевидной мышцы сейчас растягиваем пол уходим вперед и с выдохом возвращаемся оставляем все время выталкивание дамы растягиваем мышцу но она у нас большом тонусе в хорошем тогда эта мышца будет замечательно растягивать если вы ее расслабить и вы просто ее удлиняйте она возвращается на место ничего интересного не происходит а когда мышца в тонусе растягивается тогда у нас это растяжение сохраняет уходим вниз и вернуться и делаем так еще два раза вниз и последний раз приятная такая вытягушка у нас в гуршевидной мышцы хорошо ставим руку напротив ягодички обратите внимание сейчас на ваше плечо рука в опоре мы раскрываем плечо назад локоть будет уходить вниз и мы уходим в разгибание и думаем сейчас о том о том чтобы наше плечо не сваливалась внутрь дамы наоборот пытаемся его раскрутить опора в мизинчик во внешнюю часть ладошки и мы уходим в приятное разгибание делая вдох верхней ребра постарайтесь их раскрыть как веер еще несколько раз вдох раскрылись и еще разочек останемся здесь на вдохе и три цикла дыхания верхние ребра раскрывайте вдохом верхние ребрышки потянитесь хорошенько почувствуйте как они раскрываются у вас как веер еще вдох и делайте вдох туда больше в подмышку в верхнюю часть боковых ребер и последний раз выдох молодцы умнички возвращаемся теперь кому сложно ставить ручки в опору и делает несколько раз переставление ног кто может без рук пробует это дело сделать без рук это такой замечательный тест на подвижность тазобедренных суставов отлично умнички и остаемся в другой стороне в русалке в которой мы еще не были хорошо колено у нас посередине стопы и мы теперь начинаем другую ножку прочесывать от пяточки до пальчиков и запускаем в работу наши тазобедренные суставы наш таз умничаем так наполняемся на реальной жидкостью до каждое движение провоцирует в суставе выработку вот эта жидкость оставляем ножку посередине руки ставим между коленом колено оказывается между рук в диагонали вспоминайте про вытяжение через макушку ягодичный бугор и про то что вы проталкиваете себя вверх потолок ножки активные в тонусе и начинаем растягивать локти в две стороны таким образом уходим в отжимание и возвращаемся еще и возвращаемся еще потягушка хорошая чувствуем как раскрывается наш тазобедренный как раскрывается грушевидная мышца еще два раза и выдохнули сохраняя вытяжение через на кушечку и вернуться молодцы ставим руку напротив ягодички вспоминаем про плечико разворачиваем его локоть будет направлен о и мы уходим в русалку в разгибание потянулись вдох и с выдохом оттолкнули себя вернулись потянулись вдох раскрывая ребрышки в потолок чувствуете как веер из ребер раскрывается удлиняется там социального патральная наша линия вдох и еще разочек останемся в разгибании и здесь несколько циклов дыхания давайте еще больше на вдохе расширим наши ребра боковые и с выдохом их смягчим еще разом вдох расширяем их веером и смягчаем и последний раз вдох и с выдохом расслабляемся оттолкнулись и отсюда приподнимаемся на ножки и выходим в нашу любимую позу стола где у нас кисти под плечами колени под тазом до 90 на 90 получается ладошками мы хорошо ощущаем пол локти направьте в разные стороны и хорошо пальчиками надавите подушечками пальцев надавите в пол и вытолкните себя хорошенечко вверх теперь вспоминаем про лобковую кость и пупок в этом положении на выдохе начинайте тянуть лобковую кость к пупочку и у вас таз войдет в маленькую подкрутку небольшое движение и на вдохе раскрываемся следите за тем чтобы не участвовал в этом процессе не участвовали ваши ягодички они расслаблены вы работаете только как бы низом живота должны почувствовать движение там делаем выдох тянем лобковую кость к пупочку и таз естественным образом прокручивается и включается тазовое дно если вы не зажимаете анус если вы не зажимаете промежность и ягодицы если вы позволяете этому движению случится без напряжения и последний раз выдох молодцы выводим правую ножку в сторону разворачиваем стопу и ставим на стопу ногу сгибая в колени 90 градусов теперь в этом положении смотрите очень хочется вот так вот встать постарайтесь раскрыть хвостик если тяжело выводите ногу чуть-чуть вперед найдите свое положение где вы можете раскрыть хвостик и не заваливаться коленом вниз постарайтесь колено оставить на месте сторону второго пальчика теперь в этом положении начинаем отталкиваться руками и уводить хвостик назад стараемся не подкрутить хвост до наоборот раскрыть его больше назад и вернуться еще выдох раз и вернулись и выдох четыре раза хвостиком раскрытым и хвостиком пусть у вас будет сейчас это маленькое движение но она будет корректно и и последний раз вернулись оттолкнулись и поворачиваемся лицом камере я к вам повернусь лицом да и у меня ножки получились 90 на 90 там колено 90 градусов и здесь спереди я стою на колени сейчас увидите таз назад и поставьте руку возле опорного колена у вас была опора если неудобно вы можете что-то подложить или подкрутить коврик возвращаем таз на место чтобы ножка переднем было в 90 градусов и уходим сейчас вот в такую прекрасную вы тягушечку остаемся здесь проталкивая опорной рукой себя вверх и работаем только верхней рукой мы как будто открываем одеяло и натягиваем одеяло на себя представьте как будто небо из одеял а еще раз и на вдохе потянулись и и на духе потянулись делаем так еще два раза рука активная чувствуйте ладошкой плотность воздуха оставимся останемся в разгибании вытолкните себя еще больше раскройте ребрышки и здесь три цикла дыхания еще больше раскрываем ребра вдох боковые ребрышки и с выдохом смягчайте грудной отдел еще разом вдох потянулись хорошенечко и с выдохом смягчаемся и последний раз вдох и с выдохом смягчаемся опускаем руку и опять переходим в нашу позу стола мы из нее вывернулись так красивенько технично хорошо есть кисти под плечами на 90 на 90 протолкнули себя в потолок теперь мы с вами лобковую кость будем тянуть к грудине у нас движение будет чуть чуть более амплитудно с теми же условиями мы не зажимаем анус мы не зажимаем ягодичные бугры делаем выдох и стараемся лобковую кость потянуть грудине вот эта зона у нас работает и на вдохе раскрываемся еще разок выдох грудина лобковая кость тянутся друг дружке и раскрываемся лобка расслаблена позвольте тазу двигаться выдох и раскрываемся если вы делаете правильно вы почувствуете как живот буквально прилипает к позвоночнику еще два раза выдох проталкиваем себя вверх все время и последний раз выдох умнички молодцы другая ножка у нас уходит в сторону разворачивается колено 90 градусов уворачиваюсь к вам найдите удобное положение так чтобы ваше колено не сваливалась вперед к полу и отталкиваясь руками уводим таз назад делаем так несколько раз назад еще об не киваем хвостиком до хвостик у нас раскрывается ровно столько сколько мы можем его раскрыть сейчас и еще два раза потянулись и последний раз молодцы оттолкнулись становимся на колено на другое у нас сейчас получается колено 90 на 90 уводим таз назад ставим ручку в опору если нужно что-то подставляйте и возвращаем таз вперед колено должно остаться под углом 90 градусов и уходим в разгибание потянулись сделали вдох работаем только рукой раз еще и раскрываем раскрываем пространство чувствуйте под ладошкой плотность воздуха проталкивайте себя опорной ручкой все время вверх и хорошо работает лопаточка сейчас мы для этого смягчили два раза и останемся в разгибании ушли еще больше в разгибании вытолкнули себя от пола и три цикла дыхания делаем вдох раскрывая боковые ребрышки еще сильней и выдох и еще разок выдох и выдох отлично уходим опять квадропед позу стола вышли и теперь у нас лобковая кость будет тянуться к носику а носик лобковой кости это те же условия вытолкнули себя в потолок легли на потолок спинкой и начинаем на выдохе тянуть лобковую кость и нос друг дружки и на вдохе раскрывается против приоткрыт выдыхаете через приоткрытый ротик раскрываемся чувствуете как ваш животик прилипает к позвоночнику последний раз выдох молодцы отлично оттолкнулись или что мы сейчас с вами будем делать мы остаемся на коленях ручки сзади в локтевой замок вот таким образом и запомните как у вас руки встали сейчас почувствуете опору ваши руки упираются в задние ребра есть почувствовали опору а теперь руками как будто вы хотите этот замок разорвать сзади да то есть создайте дополнительное напряжение с опорой в ребрах есть отличненько и чуть-чуть слегка попковую кость направьте к грудине и у нас получится не вот эта позиция да а у нас получится вытянутая спинка вытянутый корпус грудной отдел окажется над тазом и мы уперлись в ребрышки теперь с выдохом продолжая расталкивать локти в разные стороны чуть-чуть уходим назад совсем чуть-чуть на выдохе и вернуться если вы делаете все корректно достаточно совсем чуть-чуть и у вас все замечательно заработает продолжаем руки расталкивать теперь здесь внизу останемся и павел поворот головы справа и влево и вернуться еще разок выдох раз теперь в другую раз едва и вернуться еще разок ушли уперлись ребрышками оп оп вернулись последний раз выдох ребра на руках раздвигаем замок отдохнуть молодцы садимся вниз теперь наша задача чуть-чуть отдохнуть и поменять замок если мы держали в удобном варианте мы возьмем в неудобный вариант также упрёмся ребрышками и также слегка направим лобковую кость грудине выровнялись нашли опору начинаем раздвигать замок уходим назад выдох раз голова оп оп и вернуться еще выдох оп голова раз раз вернуться еще два раза назад голова раз два вернуться и последний растягиваем замок хорошо вытяжение мышц трапеции садимся ручки вперед в позе младенца немного отдохнем молодцы восстанавливаем дыхание хорошо поднимаемся опять на коленки и кладем себе ручки сзади на крестец хорошая опора в голени у нас получается ручки на крестец мы сейчас будем уводить таз назад как будто мы хотим присесть у нас получается сгибание в тазобедренном суставе чего мне хочется когда вы делаете сгибание в тазобедренном суставе делайте выдох и попробуйте вытолкнуть на выдохе крестец потолок да вы как будто выталкиваете животом крестец вверх то есть это не вот это а опора в крестец сохраняется поставьте потому попросила поставить руки руки на крестец поехали выдыхаем толкаем крестец в потолок и таз сгибается сам макушечкой потянуться в противоположную сторону от крестца и вернулись назад еще выдох оп толкнуть 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 если вы делаете все корректно то вы опять почувствуете тазовое дно включение такое мощненько еще выдох давайте еще два раза выдох крестцов потолок проталкиваем его хорошенечко и последний раз умнички молодцы правой ножкой шагаем вперед и ставим ногу опять выпад в угол заднюю ножку подкручиваем на пальчики и и возвращаем руки себе на крестец теперь девчонки внимание начинаем тянуться задней пяткой от себя и мы вышли таким образом выпад ручки на крестце пяткой тянемся вот уже на старте хорошо уже на старте все работает колено смотрит точно в сторону второго пальца да но не заваливается вовнутрь в этом положении мы начинаем опускаться чуть чуть ниже проталкивая колено как по рельсу вперед а назад возвращаемся опять толкаем крестец от колена толкаем крестец вверх опять вниз и протолкнуть вверх и еще вниз и всей стопой толкаем крестец вытягиваясь через макушечку еще выдох ощущайте взаимосвязь стоп и крестца не проваливайтесь и тоже тогда ваш живот будет работать в автомате замечательно задней пяткой продолжаем тянуться от себя делаем так еще четыре раза и у нас попка будет гореть и три выдох крестец стопа выдох и последний раз выдох оп ушли в выпад согнули колено опускаемся вниз на повернусь к вам и теперь вот эту ягодичку которой мы работаем мы усаживаем на бочок и уходим в прекрасное разгибание и останемся здесь в эти мушечки и опять подышим в эту зону делаем вдох раскрывая ребрышки и выдох следите за тем чтобы вы не тянули плечик ушам да плечики расслаблены растягиваются ребра еще разок вдох и выдох молодцы возвращаемся на коленки у нас есть еще одна ножка я помню какая другая другая опять стали 90 на 90 заднюю стопу подкрутили вернули ручки себе на крестец начинаем тянуть пятку назад и от этого мы поднимаемся в выпад наверх продолжайте натягивать сзади пятку вниз руки на крестце и вытянулись в длинную диагональ через макушку колено смотрят вперед начинаем опускаться вниз колено как по рельсам уезжает вперед и с выдохом толкаем стопой крестец в потолок и еще вдох и с выдохом протолкнуть и вдох и с выдохом протолкнуть продолжайте вытягиваться чем лучше вы ощущаете осевое вытяжение это вытяжение позвоночника через макушку ягодичной бугры тем лучше будет работать ваши стабилизаторы а значит и тазовое дно вдох и выдох и еще четыре выдох и три вся стопа работает и пятка и плюс на большого пальца и подушечка большого пальца и мизинчик и следим за коленом и еще один раз и выдох умнички опускаемся вниз становимся на коленке и теперь в другую сторону потянуть ягодичку и уходим в разгибание мягкие плечики напрягаем плечики делаем вдох в ребрышке раскрываемся и спокойно мягкий выдох разок вдох раскрываем ребра веерами здесь красиво и выдох и последний разок и выдох умнички молодцы остаемся сидеть на пяточках ручки в замок сзади пяточки смотрят в потолок да не разваливаемся пяточки в потолок мы ягодичными буграми садимся на пятки ручки сзади в замок вдох теперь начинаем тянуть руки в пол как будто там магнит и они притягиваются и за счет этого у нас грудина начинает раскрываться в потолок грудиной тянемся в потолок а руками тянемся в пол и у нас на вдохе получается замечательное контрдвижение вдох и с выдохом начинаем опускаться вниз и руки уходят за голову куда получится возвращаемся опять потянули себя сделали вдох раскрыли грудку хорошенько 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 и выдох и еще разок вдох грудину вверх не заваливайте шею именно грудкой тянитесь тогда будет раскрытие ваших плеч красивая и выдох давайте делаем еще два раза выдох выдох расслабленный и последний раз вдохнули раскрылись максимально-максимально самый вкусный день и выдох останемся в этом положении расцепите мягко ручки останьтесь в положении младенца немного подышите восстановите дыхание круглой спиночкой поднимаемся наверх остаемся сидеть на ягодичных буграх ручки на выдохе вверх и опускаем вниз послушайте как сейчас дышит ваше тело послушайте как сейчас двигаются ваши руки послушайте где находится у вас сейчас грудной отдел и как он расположен надеюсь что вы чувствуете разницу оставляем руки в сторону и с удовольствием делаем выдох наполнились и с выдохом опускаем ручки вниз и еще разок наполняемся вдох как будто весь воздух вселенной наполняется последний раз вдохнули все самое-самое хорошее и натянули на себя себя поцеловать за хорошую тренировку вам спасибо большое надеюсь вы почувствовали разницу надеюсь вам сейчас хорошо приятно я вас обнимаю и до четверга пишите отзывы я буду отвечать обязательно если есть какие-то вопросы спасибо пока 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 пока